Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то сделайте сейчас это. Почему бы меня не обрадовать и не смотивировать снимать чаще для вас контент? А сегодня 26 апреля. Я встала сегодня рано. Вы знаете, столько всего я успеваю, когда я живу одна. Это просто шик и блеск. В общем, сегодня я хочу снять мукбанк. Пока что не знаю, с чем именно, но я в Азии видела очень классные десерты. Я их никогда не пробовала, но они смотрятся достаточно аппетитно. Еще хочу купить клубнику, все это замиксовать, сделать классный стол и снять для вас мукбанк. Я прям вот в таком домашнем луке спускаюсь. Слава богу, это находится недалеко. Погода на улице просто космос. Не холодно, не жарко. Я в свитере, правда. Можем даже полегче одеться. Я вот говорила про эти десертики. Выглядят они очень аппетитно. Никогда не пробовала, но можно попробовать. Еще можно взять вот такие круассаны. Или вот эти, например. Тоже классно смотрится. Решила взять по одной штучке круассанов. Сильно много всего я брать не стала, потому что все равно я дома одна. Кто это будет кушать? Просто так испортится и выброшу. Поэтому я взяла ровно столько, сколько я смогу, наверное, мукбанки съесть. Честно, вот я не перестаю удивляться дикости людей. Вот зачем люди царапают лифт? Вот зачем? Нафига это делается? Вот у таких людей хочется спросить, вот вы дома тоже стены царапаете или обои? Уверяю вас, эти люди дома себя ведут очень даже культурно. А вот общественные места можно гадить. Но не забывайте, что этот лифт это тоже наш дом. Мы каждый раз туда заходим, выходим. И когда мы видим, что где-то написано огромными буквами лох, это не особо приятно. Не знаю, кто именно это делает. Дети, подростки или все-таки взрослые люди. Но в любом случае. И взрослым надо себя воспитывать. И детей надо приучать, что общественное имущество портить нельзя. Итак, первое, что я взяла, по-моему, это кунафе. Но в любом случае попробуем и посмотрим, вкусно это или нет. Но выглядит очень аппетитно. И упаковка тоже очень эстетичная, классная. Стоит 1 монат 80 копеек. Это 1 доллар. А вот эта красота напоминает мне тирамису. Кстати, здесь есть название. Ну, здесь так мелко написано, неохота читать. В общем, напоминает тирамису. Стоят они, кстати, одинаково. И еще взяла 2 вот таких круассана. И, естественно, клубничка. Достаточно крупная. Но крупная очень аппетитно смотрится. Ее надо помыть, естественно. Все разложить. И бегу снимать для вас мупанк, потому что мне еще надо на почту. По идее, на почту я могу съездить и на машине. И даже удобнее будет на машине, потому что там есть место, где можно припарковаться. Но так как в моей жизни очень мало физической активности, поэтому я думаю, что лучше будет, если я пойду туда пешком. Тем более, это находится не сильно далеко. И в зал я перестала ходить. Постоянно сижу дома. Сидячий образ жизни ни к чему хорошему меня не приведет. Поэтому пойдем пешком. Кстати, удивительный момент. Я всегда думала, что вот в таких упаковках продают клубнику сверху хорошую, а снизу какую-то гнилую. Но нет. Как видите, она целая. И в прекрасном состоянии даже нижний ряд. Вот такой аппетитный стол у меня получился. Но вы наверняка уже видели этот мукбанк. Потому что влог выйдет чуть-чуть попозже. Пока вы у меня были на зарядке, я сходила на почту. Причем пешком пошла после мукбанка. Именно поэтому на мукбанке сильно нажираться не стала. Потому что я знала, что мне еще идти на почту. Вот такая посылочка мне пришла с бумажными сюрпризами. Это тоже блогер, кстати, по бумажным сюрпризам. Но пока секрет кто. Сейчас вам покажу коллекции. Я уверена, что коллекция очень красивая. Потому что она безумно красиво рисует. Я смотрю ее видео. Не знаю, насколько вам будет интересно смотреть про бумажные сюрпризы на этом канале. Но мне просто не терпится. Мне хочется распаковать и посмотреть, что же там внутри. Какие коллекции. А без вас это делать я не хочу. Поэтому смотрите. На удивление на почте у меня не взяли никаких денег. Странно, да? Видеозаконы начали работать. Это, естественно, очень радует. И вот что я здесь вижу. Ай да, вы уже поймете, чей это канал. Так. Посмотрим, что за коллекция. Выглядит, конечно, все очень-очень красиво. Вау. Смотрите, какая красота. Это, видимо, пакетики, наклейки. Как она их делает, я понять не могу. Супер. Просто супер. И, кстати, посылка не так долго шла. Это такие, видимо, сердечки. Но я опять же у нее уточню, что это за коллекции. Вот такой ананасик. Ну вот кто скажет, что это нарисовано вручную? Такое ощущение, что это просто распечатано. Ей, кстати, в комментариях частенько пишут, что ты просто распечатываешь. Но вот сейчас я могу посмотреть и убедиться, что действительно это нарисовано от руки. Действительно очень талантливая девушка. Короче, я все это прочитаю. Подробно покажу обязательно на своем бумажном канале. Хотя я здесь уже все показала. На самом деле у меня тоже есть такой закон. Когда я делаю бумажные сюрпризы, мне очень важно, чтобы это все было аккуратно. И посмотрите, насколько аккуратно она нарисовала. Я просто не могу налюбоваться. Смотрю, разглядываю. Действительно очень круто. Ждите распаковку. Вообще не собиралась, но по дороге наткнулась. И мне так понравились вот эти тапули, чтобы дома носить. Чтобы дома в комментариях напишут, что за колхоз. Где-то видела, чтобы кто-то носил такие тапочки. Это чисто для дома я взяла. Потому что те, которые я носила дома, их я взяла с собой в деревню, а потом в деревне решила оставить. Вот, поэтому в городе дома буду гонять в этих тапулях. Как и с 90-х. Но мне нравится. А еще я по дороге купила вот такой длиннющий провод для зарядки. Очень удобно, девочки. Был бы он еще длиннее, было бы еще круче. Всегда брала раньше стандартный USB. Но в этот раз решила взять этот. И прям в шоке от того, насколько это удобно. Моя подружка узнала, что я абсолютно одна дома. И поэтому решила сегодня заглянуть ко мне в гости. Я ей предложила вообще остаться с ночевкой. Но она сказала, что у нее не получится. Просто вечерком придет. Посидим, поболтаем, посмотрим какой-то фильм. Совместные просмотры фильма. Занятие, конечно, занимательное и очень интересное. Но у нас есть проблема. Она не знает по-русски. Я не знаю по-турецки. Ей нравятся турецкие фильмы. Мне нравятся фильмы строго на русском языке. На азербайджанском языке выбор не густ. И ни мне, ни ей не интересно смотреть фильм на азербайджанском. Поэтому мы не знаем, что делать. И вот всегда, когда мы планируем посмотреть какой-то фильм, у нас такой ступор, на каком же языке мы его будем смотреть. И поэтому мы это не делаем. Некоторые люди, кстати, часто пишут, что друзья это те люди, у которых общие интересы. Так вот, у меня с подругой вообще никаких общих интересов нет. И даже люди, которые видят нас со стороны, всегда задаются вопросом, о чем же вы болтаете? Как же вы общаетесь? Вы же совершенно разные. Но, несмотря на все это, мы уже 6 лет дружим. За кадром посмотрите, какой порядочек я намутила. У меня здесь еще осталось место. Здесь будет корзина с теми средствами, которые я пользуюсь каждый день. Вот такой порядок у меня получился здесь. И уходовая косметика, и декоративка. Первый ящик у нас готов. Я просто влюбилась в этот чехол, который мне подарила и Наса. Но сегодня я его хочу поменять на вот этот. Он тоже мне очень нравится. Заказывала его на Шейн. Очень такой позитивный. И вы отсюда видите себя. Что у нас с вами по пустым баночкам? Закончилось два средства. Оба от NYX. Во-первых, это тональная основа Stay Matte, которую я очень любила, кстати. Она закончилась. И я разрезать упаковку не стала. Выдавила настолько, насколько это было возможно. Вовсю старалась выдавливать. Но, как видите, все равно в упаковке немножечко осталось. Но ничего. Конечно, можно разрезать упаковку, но от этого очень много грязи и возни. Поэтому я это делать не буду. Но я очень старалась прям выдавить до конца. И осталось здесь минимальное количество средства. Помаде я убирала ограничители. Я просто офигела от того, сколько средства здесь оставалось. Но уже все. На кисточке совсем чуть-чуть осталось. Средство закончилось. Но я планирую купить такую же помаду. Еще одну новую. И для тех, кто не в курсе, я как попугай каждый раз повторяю, что я собираю пустые баночки, декоративные косметики. А потом в конце года снимаю для вас отчет, сколько же декоративки у меня за год закончилось. Вы знаете, что я обожаю, когда декоративная косметика заканчивается. Но это не тот случай. Прикиньте, этот бальзам я купила неделю назад. И ровно за неделю я использовала половину. Половину за неделю. Я, конечно, частенько им пользуюсь просто как бальзам для губ, потому что у меня губы очень жестко сохнут. Но если с такой скоростью они у меня будут заканчиваться, это просто в год, мне кажется, 12-15 пустых баночек будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое-то альтернативное средство увлажнения губ, если не покупать этот. Потому что вот этого вот бальзама, последний раз, когда я была в косметическом магазине, его не было. Его не сняли с производства, просто сказали, что сейчас в стоке нет. Поэтому не знаю даже, что делать. Посоветуйте мне что-нибудь для губ. И из-за отсутствия Golden Rose мне пришлось купить три вот таких альтернативных средства из какого-то ноунейм сегмента. Вот эта помада, она просто ужас воняет с розочкой внутри. И вот эти бальзамы тоже ни к селу, ни к городу. В общем, вообще мне не понравилось. Пустая трата денег. Пару раз просто затестила и выбрасываю. Я только что вернулась из супермаркета. Так как вечером у меня будут гости, я решила кое-что прикупить. У меня, кстати, еще были чокупай, но я решила купить еще один. Пусть будет, я их люблю. Потом взяла себе небольшую веточку бананов. Ну как себе. Гости будут. Но слишком много всего я покупать не стала, потому что я одна. Все это дело так быстро не съем. Два мороженых взяла себе. Вот таких пломбир. Рыбку взяла. Это скумбрия. Хочу намутить мукбанг. Наверное, завтра утром сниму для вас видео. Моя любимая кабачковая икра. Решила взять сразу большую упаковочку. Хлеб решила взять вот такой, потому что один целый хлеб для меня это многовато. Просто не смогла пройти мимо этой клубнички. Посмотрите, как круто ее упаковали в супермаркете. Орешки. Это, естественно, очень полезно, поэтому взяла немного миндаля. Хотя у меня еще дома остался кешью. И прямо сейчас кушать взяла себе вот такую прекрасную пиццу. И еще хот-дог. Такой вот у меня шоппинг. Сегодня на улице настолько классная погода. И вообще я заметила за собой такую особенность, что я слишком много времени дома провожу в сидячем или лежачем образе жизни. Поэтому я решила либо возобновить тренировки в спортзале, либо просто каждый день хотя бы час ходить пешком. Неважно куда. Просто в наушниках и желательно под солнцем, потому что у меня жесткий нехватка витамина D. Поэтому нужно восполнять эти пробелы, желательно естественным путем. Поэтому, когда будет выглядывать солнышко, я буду уже в шортиках просто гулять. Вот такой вот выход я для себя нашла из ситуации. Я на самом деле забросила спортзал, но после того, как папа уедет, я хочу восстановить. То есть почему сейчас я не иду в зал? Потому что буквально через два дня я уезжаю обратно в деревню и где-то, наверное, недельку буду там. И вот когда вернусь, уже можно будет восстановить мои тренировки. Естественно, когда я постоянно лежу, знаете, такой сидячий-лежачий образ жизни, он приводит к тому, что у меня падает давление, я как-то себя чувствую еще больше вялой, усталой. Поэтому в путь. После последней поездки в деревню эти кроссовки конкретно потеряли свой первоначальный товарный вид. Но для прогулки сойдет. Очень некачественные кроссовки. Не советую вам заказывать их с Шейном. Подруга предлагала гулять вместе. И на самом деле это очень крутая идея, но для меня важно именно гулять под палящим солнышком. И плюс вечером становится немножко прохладно, а в дневное время, к сожалению, она работает, поэтому я гуляю одна. Вчера, кстати, был дождик, и как вы видите, моя куколка искупалась без меня. Да, лентяйка я. Я тут присела ненадолго. Здесь косят траву. На улице просто потрясающая погода, но на мое удивление все очень тепло одеты. И чуть ли не в куртках все. Но мне очень жарко. Я даже вот эту штуку свою смыла, кардиган. И вот так вот в топике хожу. Вот в топике самое то. Не знаю, вам вообще слышно меня или нет, потому что эта камера, это просто нечто. Если вы соберетесь покупать J7 X Mark III, я не знаю, возможно, после прошивки что-то изменилось, но я купила, когда только-только она вышла, и в ней есть очень большой минус, что слышно весь шум, гам. Даже если он незначительный, например, в обычной жизни, камера передает его настолько, поэтому в магазинах снимать с этой камеры совершенно невозможно. на улице тоже не знаю, как будет меня слышно. Мы это проверим на моменте монтажа. О, люди идут. Даже, вы знаете, сюда можно прийти с подружкой и устроить где-то здесь пикник. Потому что я не буду снимать вам людей, но здесь есть люди, которые так устраивают здесь пикники. Классная идея. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Точнее, нет, через день возвращаюсь. Сделала себе вчера вот такие ноготочки. Очень-очень красивые. Здесь блестки внутри. Получился такой аквариумный эффект. Да и вообще ногти получились очень-очень нежные, аккуратные. В общем, я в восторге. Настолько мне нравится результат. Я прям кайфую. И такие тоненькие они получились. И в завершение этого влога хочу показать вам небольшое количество покупок, которые я совершила сегодня. Я взяла как сумасшедшие сразу 4 бальзама для губ от Golden Rolls. Я их просто обожаю, но они очень быстро заканчиваются, поэтому взяла сразу 4. Точнее, 1 я купила на подарок, а 3 себе. Взяла с яблоком, с бананом и с апельсином. Других ароматов у них вроде как нету. Всего в линейке представлены 3. И все 3 я себе взяла, чтобы были. Правда, с яблоком он такой прозрачный. Многие в мукбанках спрашивали меня про помаду, которую я купила. И поэтому я решила купить еще одну. Это уже в оттенке 0.7, а до этого была 0.1. Сейчас сделаю сводч. Знаете, что мне не нравится больше всего у них? Вот сводчи, посмотрите, какие. Очень-очень разные. А в упаковке эти две помады плюс-минус выглядят почти одинаковые оттенки. Разве нет? Вот мне так кажется. Ну, в общем, я уже использовала эту помаду. И сейчас она у меня на губах. Если честно, в жизни смотрится не очень, но в кадре, думаю, будет смотреться круто. Это матовые помады. Из серии «Пусть будет еще» взяла вот такой карандаш, который я очень много видела отзывов о нем. И мне он действительно безумно понравился. Такой бюджетненький от Miss Thais. Вот, у меня был такой темный. И еще взяла такой коричневый. И последнее, что я взяла, элемент. Краска для волос для мамочки. Взяла всего одну. Хотела взять 6 штук. Всегда покупаю очень много. Где-то 10-6 штук. Просто оттенка, который нужен был мне, его не было, поэтому пришлось взять чуток потемнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова